Вот это вот начало, утвердиться нужно, потом ты сможешь уже молиться по-настоящему. Пока ты скорбишь, это не молитва. Не путайте скорбь с молитвой, ничего общего нет. Сколько скорбящих людей приходит молиться, никакого толку в обществе. Твой недостаточно скорбить о своей жизни, сознавать Кришну нужного, займись сознанием Кришны, работай над собой. Если ты хочешь спасти других, сначала должен выйти сам из этого опасного положения. Тонущий не спасет никого из тонущих. Выйди на берег, стань сильнее, избавься от скорби, получи знания. Так ты спасешь весь свой род, так сказать. В Ядре разделилось мнение по поводу продуктов коровы. Интересно еще, какая-то спопуляция значит. Все, что из нее выходит чистое, на чай, на вос тоже. Кто-то говорит, что чистое только молоком. Что в шастрах нигде нет рекомендации пить мочу и есть навоз. Кто-то считает, что это лучшее очищение. Так, за кому же проголосовать? За мочу, за навоз или за корову, за молоко? Три партии у нас будут. Партия навоза, партия мочи, партия молока. Будем голосовать, будем делать выборы, перевыборы. Будем баллотироваться, будем снимать таких президентов, которые не следуют. Принцип мочи навоза нет. Перекратите все это вообще. Хотите есть навоз, съешьте, но кто-то пришел. Пропагандируйте какие-то вещи, начинайте противопоспалять, как обычно. Чуть-чуть навоза, выпивайте мочой, сколько молоком. Все будут довольны. Ну вот, кстати, септик я так слышал, все пропадает. Я по-другому не думаю. Моча порезана для печени, я по-другому не думаю, пропадает все это точно. А что-то еще, все плохо. Молоко понятное, без слов, все так хорошо. Ну, там тоже есть, по случаях Даритхама, как доктора, то это тоже индивидуально. Видимо, какое принимать, кому и в количествах тоже можно регулировать. Это уже детали. Но все это хорошо. Не злоупотребляйте, только навозом, мочой и молоком. Я так слышал, что когда ведешь духовную жизнь, то близкие, которые тебя окружают, они тоже меняются. Правильно я понял, если ты ведешь духовную жизнь и другие не меняются, то значит ты что-то не так делаешь. То есть это обязательно должно происходить или это время нужно или как? Они меняются сразу же. Как только родственник какой-то начинает практику, сразу все меняются. В умах, в мыслях меняется все, переворачивается. Это как бы самая глубокая революция. Когда вы соблюдаете четыре принципа регулирующие, это очень сильно влияет на близких. Когда вы принципиально в этом еще поможете. Даже не готовите их посуде. Как они могут это не заметить вообще? Они потом ночами не спят. Ну что же за секта, что же за секта? Невозможно вроде вот, да что же делать с этим? Придется бросать мясо есть что ли? Выгода-то нет. Родственникам трудно очень. Терять. Терять кого-то. Это потеря серьезная. Лучше бы ты умер, они говорят на это. Правда, правда, правда. Но есть родственники, которые с радостью принимают это. Тоже разделяют быстро. В общем, целыми семьями есть такие примеры. Их тоже немало. Прям вся семья. И удивительно. И они друзьями. Кришна многие становятся. Такие добрые, помогают иску. Как могут там практикуют, не практикуют. Но это хорошие люди очень. Вот. И есть такие с характерами. Они не подают виду, что это на них влияет вообще. Такое немножко у них астинное упрямство. Есть у родственников тоже. Это же пророк своем отечестве. Его не принимают. Но когда этот пророк не отрезвляет себя с телом, простенько освобождают из этих проблем. О, слава! Возьмите задание! Возвращение. О, слава! С в agente. Да! О, слава! О, слава! О, слава! О, слава! О, слава! Продолжение следует...